добрый день дорогие подписчики сейчас я вам продемонстрирую как мы будем пересаживать двух улиток охотин причем заметьте они альбиносы мы будем пересаживать из небольшой пластиковой банки в которой мне их отдали полноценный хороший аквариум ну нужно немножко наверно рассказать о том что это за улитка такая это моллюск из класса легочных улиток то есть они дышат воздухом если их под воду опустить они задохнутся широко распространен странах с тропическим климатом является вредителем сельскохозяйственных растений находится в списке 100 наиболее заразных видов для растений в сша запрещена к разведению так как она там очень вредит сельском хозяйстве длина раковины улитки бывает 5-10 сантиметров бывают и до 20 сантиметров родиной является прибрежная часть восточной африки где высокие температуры настоящее время улитка в встречается в южной эфиопии южном сомали кении танзании северном мазамбике при этом часть вышеуказанного ареала могла стать следствием привоза в историческое время не позднее 19 века улитка с помощью человека была перенесена в индию и на маврики в начале двадцатого века попала в шри-ланку острова малайского архипелага в таиланд во время второй мировой войны японские и американские военные способствовали расселению организма далее на восток на гавайские и марианские острова также в калифорнию во второй половине двадцатого века малюс был зарегистрирован в новой гвинеи новой ирландии новой британии таити новой календонии вануату и американском самуа наконец конце двадцатого века улитка была обнаружена островах карибского моря нужно сказать что также она разводится в россии здесь в связи с климатом она в естественных условиях не выживает поэтому вредителем не является охотины питаются зелеными частями растений плодами предпочитая мягкие или разлагающиеся части растений пищевые предпочтения меняются с возрастом молодые особи предпочитают живые растения более старые мертвые гниющие растительные остатки с возрастом растет число потребляемых в пищу растений для построения раковины охотины охотно скоблят известковые породы раковины мертвых моллюсков и скорлупу яиц иногда поедают животные белки охотины гермафродиты то есть каждая осад имеет как мужские так и женские половые органы при низкой плотности популяции возможно самооплодотворение но оно достаточно редко возможно раза два года при спаривании двух улиток одинакового размера важно возможно двухстороннее оплодотворение если же моллюски имеют разный размер то более крупные выступают исключительно в качестве женской особи поскольку развитие яиц требует больших энергетических затрат по той же причине молодые половозрелые улитки способны только к образованию сперматозоидов яйцеклетки начинают образовываться ими позже охотины достигают половой зрелости в 6-15 месяцев и живут до 5-6 и даже 10 лет все время они растут однако после первых двух лет жизни скорость роста замедляется охотины ведут преимущественно ночной образ жизни хотя во влажную погоду могут выползать и днем обычно же в светлое время суток они проводят в укромных местах зарывшись в почву и активизируются лишь через два часа после заката было доказано наличие охотин долговременной памяти они могут запоминать все что происходило в течение одного часа они могут запоминать расположение источников пищи возвращаться к ним молодые особи более подвижны и преодолевают большие расстояния в течение дня а также способны к дальним миграциям обычно для отдыха в одно и то же место они не возвращаются у старых же улиток напротив имеется место где они предпочитают отдыхать и откуда они выползают на поиски питания не удаляясь более чем на 5 метров при переносе улиток вместо отдыха другой охотины пределах 30 метров они все равно обращают возвращаются к своему месту самый крупный экземпляр африканской улитки зафиксирован в книге рекордов гиннеса вес его составляет 450 грамм а длина 37 сантиметров содержать охотину в домашних условиях может каждый улитку охотин домашних условиях содержат террариуме пластиковом контейнере или прямоугольном аквариуме обязательно оборудованным крышкой объем выбранной емкости должен быть не менее 10-15 литров на одну улитку важно помнить что чем больше террариум тем крупнее будет ваш питомец обязательно нужно чтобы была вентиляция свежий воздух необходим для предотвращения заболачивания грунта появление плесени и грибка африканская улитка сухопутный моллюск поэтому на дно террариума нужно положить качественную подстилку это может может быть кокосовый субстрат субстрат мох с вагнум синтепоновый мат тщательно промытый цветочный грунт иногда на форумах советуют использовать песок опилки даже мелкую гальку это категорически делать нельзя песок опилки камни приводит к травмам нагноением и потертостям раковины высота грунтов террариума должна быть не менее 5 сантиметров охотина плохо видит различает она только смену дня и ночи поэтому не обязательно останавливать устанавливать освещение в террариуме все охотины жители тропических стран поэтому оптимальной температуры является интервал двадцати четыре двадцати восьми градусов он работает с пенцом и отжимая из первого поезды